Я часто задаюсь вопросами по типу Зачем? Боже, зачем это было сделано? Конкорд? Да зачем? Капитан Ши Марвел? Зачем? Аниме? Чёртово аниме по Рику и Морти? Зачем? Приветствую на канале, это Тим и Странное, Непонятное, Бессмысленное, Беспощадное Аниме по Рику и Морти Франшиза, надо сказать, уже не так популярна, как раньше Хайп спал, интересы сместились, но это всё ещё Довольно неплохой мультфильм, со своеобразным визуальным стилем Но, когда я взглянул на это недоразумение Этот высер, эту катастрофическую абоминацию Я подумал, вот честно, я подумал, что это какая-то шутка Это аниме, ну, нелепо Даже сам опенинг выглядит, как пародия на анимешные опенинги, причём не ироничная И думаю, первая проблема уже очевидно бросается в глаза Когда речь заходит об аниме, как правило, ждёшь определённый визуальный стиль Отрицать не буду, существуют режиссёры, выходящие за его пределы Но то скорее исключение, нежели правило Тут же будто взяли оригинальный сериал и ослабили, без того, непритязательную картинку процентов на 20 Всё И тут у всех прям, почему-то очень отталкивающие, отвратительные, в хужем смысле этого слова, зубы И знаете, что указывает на анимешность данного проекта? Плохая, очень ленивая анимация Типичная анимешная экономия кадров и худший примитивизм Если говорить о сюжете, это мог бы быть очередной сезон Рика и Морти Не такой интересный, более унылый, с хаотичным повествованием и сквозным сюжетом Тут нет ощущения тех самых приключений на 20 минут Это просто посредственный мульт с посредственной визуальной составляющей, не более того Что ещё более отвратительно Создаётся чёткое ощущение, что ты как в каком-нибудь Blame Упускаешь процентов 40 сюжета, а то и больше Потому что, ну вот как-то так его вырезали А быть может это очередная невероятно творческая цензура от Амедиатеки Да, тут есть некоторая задумка, ибо один из персонажей воспринимает премию иначе Но мы-то нет И реклама ставок в различных переводах, которые я смотрел Выглядит максимально органично Потому что этот сериал, ну, вполне мог себе позволить такое и в оригинале Я вот некоторое время сидел и ждал, что это всё одна большая наёбка Появятся настоящие Рик и Морти, которые выбьют всё дерьмо из этих местных подделок Тут штук, не знаю, 5-6 каких-то реальностей Вот вроде бы наш с вами Рик Или не он Хотя прическа та же Или он Или что, или как А вот одни события, а потом вторые, а потом третьи Это разные временные линии, это разные вселенные Или просто авторы настолько плохи в нарративе Есть такое ощущение, что они просто что-то где-то слышали И такие, а, да, там какая-то космическая федерация Жуки, они преследуют Рика и Морти Ну, что-то такое вот было, да А, две беты, ещё две беты И Саммер что-то делает, кажется Ах да, Морти, Морти нравится девушка Пусть тут будет девушка Но выглядит она тоже по-разному Тут несколько Риков, несколько Морти, несколько реальностей И всё это подаётся очень хаотично, очень вразнобой Я не имею ничего против непоследовательного повествования Как концепции Мемента, Нолана, отличный фильм Вот только местный режиссёр далеко не Нолан Кстати, а помните, вот был президент США, который с Риком как-то взаимодействовал Так вот, тут есть президент США, который с Риком как-то взаимодействует Именно вот подобным образом, без конкретики И самое нелепое в том, что в происходящем нет никакого смысла Вещи просто, ну, случаются Как-то, зачем-то, почему-то, нет Ну, намёк на сюжет тут есть Справедливости ради Я просто высказываюсь о нём Крайне пренебрежительным образом Может, я опять чё-то не понимаю Как мне часто говорят А вот на АМДБ, на АМДБ у сериала 2,7 из 10 Чёрт возьми Ну, то есть, надо понимать, что на АМДБ, как правило, рейтинг заметно выше Чем реальные ощущения Сайт такой очень лояльный Но, боже мой, это просто несмотребельное говнище На этом, пожалуй, у меня всё Подписывайтесь на канал и бусти Спасибо за внимание И пока